Всем привет, меня зовут Павел Сафронов И сегодня вы узнаете всю правду о том самом засекреченном деле Андрея Пыжа по прозвищу МШ Того самого блогера, которому недавно дали 5 лет лишения свободы Да в принципе ни за что Обвинив его в якобы получении сведений, создавающей государственную тайну, незаконным способом И та информация, которую я вам сейчас выдам Я надеюсь, что она вас, конечно, шокирует Потому что было много предположений, слухов, домыслов, догадок О том, за что его могли посадить, почему его могли посадить и так далее Что он там якобы залез там куда-то не туда, выложил какой-то не тот ролик, какие-то не те фотографии На самом деле нет, ничего этого не было, никуда он не лазил И никакие фотографии и видеоролики ни то не выкладывал Это не связано ни с чем из этих предположений Я очень надеюсь на то, что вы распространите это видео Распространите ту информацию, которую я вам сейчас донесу вообще максимально Потому что, ну это просто беспредел По такому же принципу можно посадить каждого из вас Буквально каждого из вас после просмотра этого видео До любого, вообще после получения любой информации По этой резиновой статье можно посадить любого человека Ну, конечно, по закону нельзя так делать Но, к сожалению, наши спецслужбы практикуют такой метод Что если ты получил какую-то информацию Которая, по их мнению, может составлять гостайну Или которая им просто не нравится То тебя можно за это посадить То есть способ их уже не интересует То есть главное, что вот каким-то способом тебя подвести под то Что ты как-то соприкоснулся с этими сведениями Даже если они тебе были не нужны Или ты не знал, что это за сведения А знать ты, в принципе, это не можешь Блогера Андрея Пыжа приговорили к пяти годам колонии общего режима Мосгорсуд вынес решение по статье о незаконном получении, распространении и перемещении за пределы России Сведений, составляющих государственную тайну В сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы уточняется Что по данным следствия Пыж – участник так называемого диггерского сообщества И у него не было допуска к гостайне, относящимся к ней сведениям В период с декабря 2018 года по август 2020 злоумышленник незаконно получил сведения Составляющие государственную тайну в отношении конструктивных особенностей И технических систем некоторых режимных объектов, расположенных в московском регионе Андрея Пыжа арестовали летом прошлого года С ней писали, что дома у блогера прошел обыск, а арест был инициирован ФСБ Ну, собственно, прежде чем перейти к сути дела, я вам расскажу, собственно, кто я такой И почему мне это дело близко, и мне, собственно, не безразлична судьба Андрея И вообще я следил и слежу за развитием репрессивной машины российского правосудия Которая использует вот эту статью 283 прим. 1 Это очень интересно, потому что с 2009-10 года я был диггером Собственно, исследовал искусственные подземные сооружения И в 2015 году я вместе со своими друзьями был задержан сотрудниками ФСБ И был обвинен также по этой же статье, в том числе по этому же пункту D, части 2 Собственно, мне вменялось изначально получение сведений, ставающие государственную тайну незаконным способом С группой лиц, сопряженная с их распространением То есть пункты А, Д, части 2, статьи 283 прим. 1 И их светило мне, собственно, от 3 до 8 лет Вот, я провел некоторое время в СИЗО, почти полтора года под следствием И получил 3 года лишения свободы в итоге с применением статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации Вот И, собственно, поэтому я, в принципе, много изучал историю этой статьи Ну, истории, когда, собственно, меня самого посадили за нее Истории как таковой не было Поскольку мы были первыми людьми, в принципе, в современной истории России Которых привлекали по этой статье Которые не являлись секретоносителями То есть не являлись гражданами, которые в добровольном порядке Там по трудовому контракту, договору или там по долгу службы Оформлялся, которым допуск в гостайне Собственно, мы не были допущены гостайне И не брали на себя никогда никаких обязанностей по ее сохранению Это очень важно Вот И, в принципе, до этого Привлечь таких, как мы К уголовной ответственности Не представлялось возможным Оно, собственно, и часто не представляется Если трактовать закон правильно Но вот тогда, собственно, ФСБшники решили Что вот, а почему бы нам не использовать вот эту статью Как репрессивный механизм В Мещанском суде предъявили обвинение столичным диггерам Их задержали сотрудники МВД в коллекторе режимного объекта Если вина шестерых участников группы будет доказана Им грозит до семи лет лишения свободы За процессом наблюдала Гульнар Гельмиева Диггеров под конвоем привезли в Мещанский суд в два часа дня При явлении обвинения избрание меры пресечения затянулось до позднего вечера Их доставили на арест в Москву самолетом Из-под земли достали Юных диггеров арестовали в Москве И теперь они могут попасть за решетку Молодые люди хотели разведать тайны кремлевского подземелья Залезли в охраняемое бомбоубежище И даже кое-что прихватили оттуда, говорят следователи Как любители подпольного экстрима находят тайные тропы Кто их вылавливает И какое наказание им грозит Анна Семкина расскажет С виду обычные любители рэпа И только немногие посвященные знают, где проходят эти съемки Свои подземные прогулки молодежь начала с обычных коллекторов И служебных тоннелей метрополитена Веселую компанию не раз штрафовали полицейские Но постепенно шалости перешли из административной плоскости в уголовную Ребята стали наведываться в заброшенные военные бункеры и бомбоубежища А почему ты выкладываешь эти видео? Я читал, ну типа никто не выкладывает ни фоток Потому что сразу палят Ты не возвращаешься в эти места? Потому что ни привязки к местности Ни тем более привязки к номерам и расположению данных мест нет Узнать их смогут только те, кто там сами были А таких единицы Ну а палят, пусть палят Николу и его жену задержали в Калининграде Куда они уехали отдыхать Избрана мера пресечения В виде заключения под стражу Ну для начала, чтобы зрителям было понятно Что же это за статья такая 283 прим 1 Это получение сведений, страдающих государственную тайну Путем обмана, похищения, шантажа, угрозы Или иным незаконным способом То есть там перечислены все те способы Которые и так, собственно, преследуются уголовным законам России То есть это угрозы, шантаж, похищение Но и резиновость этой статье придает иной незаконный способ Потому что это, в принципе, любой способ Который ФСБшники посчитают незаконным То есть то, что им не нравится, грубо говоря Они воспринимают это как то, что все, что не определено в законе о государственной тайне Собственно, статья квалифицируется только прямым умыслом То есть прямой умысел, что это такое Это ты должен знать, что конкретные сведения составляют государственную тайну Что человек не может знать, если он не был допущен ранее к государственной тайне И не был допущен к ведомственным перечням сведений, составляющие государственную тайну То есть ты должен знать, что это государственная тайна Предпринимать незаконные действия для того, чтобы получить сведения, составляющие государственную тайну То есть ты должен умышленно это делать То есть ты должен предполагать наступление общественно опасных последствий В виде того, что ты, собственно, получишь незаконным способом эти сведения И желать наступления таких последствий Собственно, это все, скорее всего, написано и в обвинительном заключении, и в приговоре Андрею. Еще тогда, когда я привлекал внимание СМИ к нашему делу, когда я там давал всякие интервью, когда я пытался подстегнуть диггерское сообщество к тому, что, come on, ребята, это может случиться с каждым из вас, и неважно, залез ты в метро, в бомбоубежище или вообще никуда не лазил, вас можно за это посадить, по такой логике, если сейчас нас посадят. Но никому до этого не было дела, поскольку диггерское сообщество, оно, в принципе, как и все российское общество, не особо сплоченное, оно разобщено, и, в принципе, там много очень завистников, всяких конкурентов, якобы, хотя к чему там конкурировать-то. Но, тем не менее, собственно, нас никто не поддержал, ну, кто-то там, даже наши друзья опасались, ну, просто опасались за свою безопасность, за свою свободу, и боялись нас поддерживать, в принципе, мы остались один на один с системой. Единственное, что хочу сказать спасибо команде 29, Медиазоне и другим правозащитным организациям, кто, собственно, распространял информацию, юридически помогал нам, спасибо вам большое. Тогда я говорил людям, что вас можно тоже за это посадить, неважно, куда вы лазите. И вот этот случай настал, собственно, прошло, сколько лет прошло, 5 лет, с момента нашего ареста до ареста МШ, и такой случай именно настал, что МШ посадили за то, что он никуда не лазил, за то, что он ничего не выкладывал, и, в принципе-то, ну, просто он занимался деятельностью, которая была неугодна российской власти, просто не нравилась им, и они вот подвели под него эту статью, возможно, путем провокации. Почему я так думаю, я вот сейчас вам расскажу. Ближе к сути дела. В чем же, собственно, обвиняют МШ? Обвиняют, осудили его уже за это, он уже осужденный считается, несмотря на то, что приговор еще не вступил в законную силу, у него уже статус поменялся на осужденный. В общем-то, с 2018 года, с конца 2018 года, на одну из встреч с подписчиками МШ, насколько я помню, это было в Москве, начал приходить один человек, насколько я помню, его звали Сергей, и, собственно, там на первой или на второй встрече он чуть-чуть выпил лишнего пивка, и начал, собственно, Андрею рассказывать, и не только Андрею, там несколько человек было, о том, что он работает в Метро-2. Ну, казалось бы, ну, много вот кто, допустим, сталкивался с этой тусовкой, там всегда ходит очень много слухов, там у каждого второго дядя работал в Метро-2, там у каждого первого дед строил Метро-2, и у каждого последнего кто-то где-то что-то слышал, сосед соседу шепнул и так далее. В общем, это просто слухами земля полнится, особенно в этой такой сфере подземных исследований и раскопок. Ну, причем не, ну, там, может, одной, там, десятой, одной, там, двадцатой этих всех рассказов. Есть, конечно, какая-то дольная правда, но в основном это все просто слухи. Вот. И мало того, что он начал рассказывать, где он работает, вот этот человек, он после этой встречи начал Андрею присылать фотографии, видео, и даже рисовать рисунки с тех мест, где он, собственно, работает. Он был там охранником, то есть, ну, как охранником, он сотрудник одной из спецслужб, которая охраняет вот эту всю тему Метро-2. И, собственно, он благодаря своему хвостовству, собственно, решил вот Андрею слить фотографии, и сливал их периодически с помощью электронной почты в течение полутора лет. Вот. Причем, часть из них, скорее всего, он сливал уже, находясь под наблюдением, скажем так, когда его уже якобы приняли. Ну, это такая официальная версия была. Я не исключаю возможности того, что это была осознанная провокация, не исключаю возможности того, что он специально, собственно, пришел на встречу к Андрею и специально начал скидывать ему эти, собственно, материалы. Обращаю внимание, что на тех материалах, которые он скидывал, на тех фотографиях, в принципе, не было ничего секретного. Там не было никаких документов, никаких официальных карт, схем, вообще никаких документов с грифом секретно. Ничего с грифом секретно там не было. Или совершенно секретно, или особой важности. Ничего такого там не было. То есть обычные подземные сооружения, обычные ходки, выработки туннелей, блоки, там, какие-то объекты. Вот я сейчас приведу в пример вам. Собственно, вот вам метро 2. Вот, пожалуйста, вот эти фотографии из, ну, метро 2. На самом деле, метро 2 это такие, так сказать, такое сооружение, его много. То есть это не просто какая-то там одна ветка, одна линия или что-то. Это на самом деле такая соединительная магистраль, транспортная система, можно так сказать, которая связывает некоторые бункеры, так называемые, да, то есть спецобъекты между собой и уводит, как бы, кого-то должна якобы увезти, ну, кого? Путина, понятное дело. Далеко от города в случае того, что либо вы, друзья, придете к нему с вилами, либо там какая-то атомная бомба жахнет над Москвой, либо еще что-то случится. В общем, он-то у нас трусливый персонаж, и ноженьки у него коротенькие, то есть сам-то он вряд ли убежит. Ему нужна специальная, так сказать, система транспортации, чтобы его быстренько унести, собственно, из поля битвы там или жарева там или там революции или чего-нибудь. В общем, он очень сильно боится за это. И я так понимаю, что вот все эти уголовные дела связаны с метро 2, то есть наше уголовное дело, уголовное дело Андрея, оно, в принципе, связано с тем, что Путину очень не нравится, когда кто-то вообще как-то касается этой темы, хоть как-то. То есть это не важно, что там половина находится в очень плачевном состоянии, это не важно, что сами его подвыпившие подчиненные распространяют информацию о нем, и это не важно, что части из документации об этом самом метро 2, собственно, рассекречены вообще. То есть любой человек может получить доступ к архивным документам и, в принципе, иметь некоторое представление о частях этого самого метро 2. Более того, в 90-е и 2000-е годы вся эта система, практически вся, была не то, что неохраняема, а вообще, то есть вообще пустующая. И там спокойно ходили такие, как мы, диггеры, и, собственно, и снимали, и фотографировали, или делали точнейшие схемы с точной трассировкой, которые до сих пор можно найти в интернете. Если вы сейчас наберете трансэшстрой, метро 2, карта метро 2, схема, то там вам выдаст соответствующую действительности схему, ну, большинство там, может, не большинство, но, в общем, где-то больше половины, они соответствуют действительности, и действительно вот так оно и есть, потому что я там был, я подтверждаю, как говорится, я утверждаю, ФСБ подтверждает, в общем, переговором суда в отношении меня, что действительно все так оно и есть. И, собственно, что же произошло дальше, что летом 2020 года Андрея приняли в кафе те же самые люди, которые имели отношение к моему аресту, тот же самый Артем Усенко, я слышал, там присутствовал, который меня избивал в 2014 году, который избивал еще моих подельников, Смирнова, Белоусова, Степанова, он тоже вот их избивал, ну, и я думаю, что МШ тоже там досталось от него, ну, собственно, когда будет от него весточка, я думаю, он об этом сообщит, ну, или не сообщит, не знаю. Подогнали ему адвоката, то есть был арест, насколько я помню, 4 или 5 августа, подогнали ему бесплатного адвоката Хальзова, там какого-то адвокатского бюро, у нас были адвокаты адвокатского бюро X-Ledge, скорее всего, он тоже оттуда. Понятно, что у следователя с адвокатом был договор на то, чтобы надо расколоть Андрея, и, собственно, он это успешно почти сделал. Он, во-первых, вымогал с его девушки, там, 150 тысяч рублей, она ему их передала, и неизвестно, там, чем история с этими деньгами кончилась, поскольку его потом лишили статуса за то, что он до этого по-другому делу вымогал деньги также с родственников обвиняемых. Так как МШ в этом деле, в принципе, был один фигурировал, то есть его надо было закрыть. 283-1 статья по первой части, она не тяжкая, то есть по первой части закрыть сложно. Но к нам на помощь приходит вторая часть. Что же тут пришьешь? Группы лиц нету, хотя как бы могли бы сделать, потому что там обыски были и у его друзей, и всех, кто вообще, в принципе, гипотетически мог соприкасаться с его электронной почтой, информацией и с вот этим самым человеком из спецслужб, горе-охранником гостайны, у его девушки также проходил обыск. И, собственно, скорее всего, это все явилось давлением на него, чтобы он как бы хоть частично признал вину, и, ну, собственно, у ФСБшников. Ну, в общем, так как ФСБ считает себя правоприемницей НКВД, в этих вопросах у них сложностей не возникает, чтобы человек признал вину, или там хотя бы убедить его самого, что он там в чем-то виноват. Ведь статья-то сложная, согласитесь, не каждый из вас сталкивался с гостайной, я вообще вот до того, как сам столкнулся, я не думал, что вообще как-то массово можно репрессировать людей на этой почве. Оказывается, нет, можно. И убедить человека, что он, собственно, виноват, хотя бы частично, это очень легко. Но его же надо еще закрыть. А по статье небольшой тяжести, ну, закрыть его достаточно проблематично было. Группу лиц тоже не припишешь. Видите, как с нами группу лиц получилось приписать. И там фотографии в интернете. А тут ничего не припишешь. Ни фотографии в интернете, ни группе лиц. И они вспомнили, что недавно Андрей путешествовал в Украину. И, ну, конечно же, легко же написать о том, что у него якобы была с собой флешка или ноутбук. Скорее всего, ноутбук. С информацией, которую скидывал этот самый горе-охранник гостайны. С собой. Ну, доказать-то это никак невозможно. Согласитесь, как вы докажете, что ноутбук, конкретный ноутбук, с конкретной информацией пересекал границу туда и обратно. Если его не приняли на границе. На самой. Согласитесь, это доказать невозможно. Я, скорее всего, предполагаю, что это просто придумали, просто для того, чтобы Андрея закрыть в СИЗО. И для того, чтобы, ну, в СИЗО-то больше возможности воздействовать на человека. Чтобы там его мариновать потихонечку. Вот, чуть больше года мариновали его, вынесли приговор 5 лет. Это, кстати, самый строгий приговор по данной статье для несудимого человека. То есть, до этого только, по моему делу, Геннадий Нефедов получил 5 лет строгого режима. Но у него было до этого судимость. А у Андрея не было до этого судимости. Он тоже получил 5 лет. Ну, по-моему, перебор. Почему я это все рассказываю именно сейчас? Спустя больше года, после того, как Андрей был арестован. Спустя больше года уже, как я вот знаю всю эту историю. Потому что, собственно, как я уже говорил, в среде диггеров, в среде вот лазаричков по таким местам, существует определенная, как бы, скрытность и боязнь всего, что связанного с прессой, с соглаской. Ну, и к тому же, после того, как у них у всех прошли обыски, изъяли у них всю технику, их прессанули, заставили дать нужные показания следствию, конечно, а не Андрею. Ну, собственно, им как-то еще раз через это все проходить или хотя бы иметь гипотетическую вероятность пройти через это или пройти, получается, через то, что прошел Андрей, то есть оказаться на его месте вместе с ним. Они этого, собственно, жутко боялись и боятся до сих пор. Вот. И поэтому они всяческими отмазами того, что будет хуже и так далее, ну, работают, грубо говоря, на следствие, на суд и на всю эту людоедскую систему. Я же придерживаюсь другой точки зрения, поскольку я сам прошел через это. Я придерживаюсь точки зрения такой, что огласка и только огласка повлияет на это все. К тому же, в деле МШ было много слухов. Опять же, кто-то говорил, что какое-то видео было, кто-то говорил, что он залез там по-то не туда, кто-то говорил, что он там что-то там кому-то там отправил, переслал или что-то там сделал, кто-то говорит, потому что у него там якобы украинский паспорт там был. На самом деле все прозаичней. И то есть эти теории выдвигают такие предположения, что чтобы люди, чтобы подписчики МШ в том числе думали, ну, может из-за дела сидит человек. Но на самом деле он сидит далеко не из-за дела. То есть если бы вам вот год назад сказали, что вот ФСБ выпустило бы пресс-релиз о том, что вот у нас там вот этот вот сотрудник спецслужбы, который охранял Метро 2, выпил пивка и просто для того, чтобы похвастаться, скидывал всем разные фотографии, видео там и картинки нарисованные. Вот мы за это посадили МШ. Кстати, сам этот горе-охранник Метро 2, насколько я знаю, не арестован. То есть если в отношении него и возможно какое-то уголовное дело, в чем я сомневаюсь, он не арестован, в отношении него не вынесен приговор. И он, собственно, я думаю, что дал все показания, нужные следствию для того, чтобы закрыть Андрея. Ну, потому что он человек из системы, на него надавить вообще еще проще, чем на Андрея было. И я думаю, что все у него будет хорошо. ФСБ срубило палку, более тяжкую, чем просто разглашение гостайны. Вот, Андрей получил 5 лет. Ни за что. Это, конечно, печально. И, собственно, все нормально. А вот если бы вам с самого начала так сказали, то я думаю, что вы бы, наверное, удивились. Правильно? Потому что как это так, что, получается, меня тоже можно так посадить? То есть я тоже пойду в какой-нибудь бар, буду с человеком общаться, он мне расскажет, где он работает, потом скинет фотки, все, меня можно закрывать на 5 лет, что ли? Да нет, конечно, это для любого человека дико и несправедливо. Вот. Поэтому, собственно, следствие давило на всех участников или посвященных в данную информацию, на то, чтобы никому не выкладывать, с журналистами не общаться. Первую неделю его друзья вообще врали, что он уехал в командировку там куда-то там снимать какой-то ролик в тайгу, и у него нет связи, что было абсолютно враньем и работой на спецслужбы, а не на Андрея. Потом я вообще услышал какую-то дичь, что человеку, который неделю сидит в Лефортово, не нужна передачка вообще никакая. То есть, чтобы вы понимали, когда человека задерживают на улице, он явно не готов к тому, чтобы следующие 5 лет провести, собственно, с теми вещами, которые у него, скорее всего, при себе были. И человеку по-любому нужна передачка. Но вот так вот думали его друзья. Ну да ладно, не будем об этом. Хотел отметить, что ФСБшники сами, как говорится, говорят, подсказывают обвиняемым, свидетелям по таким уголовным делам, что вам не надо делать. Так вот, они говорят, не общайтесь с прессой, не распространите информацию, никому не говорите, не берите таких-то адвокатов. Они конкретно вам подсказывают, что делать. Все, что они вам говорят не делать, делайте конкретно наоборот. То есть, они вам сказали, не общайтесь с прессой. Это вам должно быть сигналом о том, что нужно пойти и пообщаться с прессой. Если они вам дают какую-то подписку о неразглашении, во-первых, вы не обязаны ничего подписывать, не подписывайте ее никогда. Если они вам говорят, не идите к этому адвокату, вам определенное стоит идти к этому адвокату. Жалко, команду 29 они разбили. Но я уверен, что в России еще остались порядочные адвокаты, которые постараются вам помочь. Вот. И, собственно, что же это за гостайна такая, собственно? Часть из этой, якобы того, что посадили, большая часть материалов, за которые якобы посадили МШ, она относилась к так называемому Объекту 100. Объект 100 – это небольшая соединительная магистраль между Кремлевским бомбоубежищем и администрацией президента, бункером под администрацией президента, и, собственно, Лубянской площадью, и входами, выходами в метрополитен оттуда. То есть, это такая небольшая, неглубокая, она, насколько я помню, даже не какого-то там атомного защитного класса, просто для того, чтобы они передвигались там. Магистраль, ну, это часть так называемой системы Метро-2. Вот. Я так понимаю, что она всегда во все времена была, в принципе, живой и действующей, она хорошо охранялась, и вот большинство фотографий вот этого вот чувака, типа вот этих, носило как бы характер, связанный с ней. Он также там охранял какие-то другие ветки там, и там также были части других веток, фотографии из других веток и материалов. Ну, вот, собственно, почему закрыли МШ. Потому что Путину не нравится, что какой-то человек от охранника Метро-2 получил доступ к тому, что Путин ходит между Кремлем и администрацией президента по своему отдельному туннелю, вернее, ездит там на каких-то специальных транспортных средствах, и, собственно, соединительный ход вот такой с Лубянки идет к самому Кремлю через администрацию президента. И самое главное, что эти сведения рассекречены в 90-е годы. Сейчас я вам также приложу вот фотографии. Вообще, до того, как я попал, собственно, в это дело, связанное с гостайной, я и себе представить не мог, в принципе, что такое гостайна и насколько смешными вещами она может быть. Как, например, сейчас вот вещи, конечно, не смешные, но вот пытки в колониях у нас признаны гостайной, якобы. У нас вот было, допустим, в тех материалах, с которыми мне дали ознакомиться, там у нас было 14 томов в деле, и из них мне кое-как дали ознакомиться с четырьмя томами, а потом отформатировали мой телефон зачем-то. Ну, в общем, неважно. Я там, в принципе, много чего успел почитать, несмотря на то, что следователь очень бесил, что я вчитываюсь в каждую деталь. Ну, так вот, там был секретный документ, который, собственно, был экспертизой на сведения, оставляющей государственную тайну форума Кверти. Кто знает, как бы там была тема про Метро-2, и вот они делали экспертизу всего форума в рамках там нашего дела. И, собственно, там был такое сообщение. Ну, какой-то бред. Вот вы сейчас скажете, какой-то бред. Под мавзолеем имени Ленина существует огромный шахтный ствол в Метро-2, там на глубину, там сколько-то, там 150 метров или сколько-то, с лифтом для спуска тела вождя в случае атаки, типа, на Советский Союз. То есть, чтобы спасти тело Ленина, вот этот вот труп, который молятся коммунисты, там уже сколько-то, сто лет. И я думаю, ну, бред. Ну, реально, я просто угораю, там, читаю дальше. И заключение эксперта было сведения частично соответствуют действительности и составляют государственную тайну, имеют гриф секретности совершенно секретно. Я думаю, твою-то мать. То есть, эти, вот, ну, ладно, прошлое поколение там, они вбухали огромное количество денег, чтобы построить, допустим, вот это сооружение для спуска тела вождя, но это до сих пор составляет государственную тайну. То есть, этот дебилизм до сих пор составляет государственную тайну. За него... То есть, государственная тайна, чтобы вы поняли, это сведения, защищаемые сведения, которые государство должно бы защищать, то есть, они не должны валяться на улице. Их не должен какой-то там мужик под пивом распространять. Вот. Это сведения, распространение которых может нанести ущерб безопасности государства. Какой ущерб безопасности государства нанесет вот этот бред про спуск тела вождя? Вот этот вот, вот эта вот информация об этом сооружении. Там надо открывать музей советского российского идиотизма, а не скрывать это. Понимаете? Это все равно, что, я не знаю, пирамиду Хеопса, блин, они бы построили, чтобы там Ленин тусовался и сделали бы ее государственные тайны. Бред же, правильно? Но это там не только это было, там еще много что было. И представляете, вот, за что, грубо говоря, сейчас сидит Андрей? Вот примерно то же самое. Какие вообще могут быть секреты про Метро 2, если каждый вот сейчас может загуглить карты, схемы, все входы и выходы, которые, ну, то есть, диггеры исследовали еще в 90-е и 2000-е годы, в том числе и мы. Какой-то секрет, если это давно уже распространено всем и все это знают. Но, тем не менее, за это продолжают сажать людей. Это дичь какая-то, согласитесь. Пишите в свои комментарии, что думаете по этому поводу. Может быть, кто-то со мной не согласен. Вот, по своему опыту скажу, как же проходит экспертиза, например, наличие или отсутствие там сведений, стоящих государственную тайну в каком-либо там деле или в каком-либо случае. Дело в том, что каждое ведомство имеет свой внутренний ведомственный перечень сведений, стоящих государственную тайну. То есть, по одним и тем же сведениям МВД и ФСБ могут сказать, это не гостайна, а какой-нибудь МЧС может сказать, что это гостайна по их ведомственному перечню, например. И как же проходит экспертиза? Следователь отправляет материалы дела эксперту и, как в моем случае было, за бутылку коньяка, чтобы они быстрее сделали экспертизу, они напишут там все, что угодно. Поскольку, ну, грубо говоря, в фотографиях, о которых там речь идет с каких-то там подземных объектов, там, ну, нет там никакой гостайны, там обычное подземное строительство. Любой метрострой, любой человек, который был в метро, в принципе, видел то же самое. То есть, вы видите туннель со станции метро, грубо говоря. Вот примерно такие там подземные сооружения. Никакой гостайны, никаких там специальных технологий особо не применяется. И они очень часто даже путаются. В нашем деле, допустим, они очень часто путались с фотографиями из обычного метро или из других вообще сооружений, с тем сооружением, которое, собственно, нам вменялось, куда мы, собственно, залезли с тем самым метро 2. Потому что технологии применяются одни и те же. И также все свидетели на суде у нас это показали, что технологии применяются одни и те же. И, в принципе, какая-либо фотография не может сама по себе составлять государственную тайну без привязки к местности, там, местоположения, конструктивных особенностей. И даже если она составляет государственную тайну, то у человека, которого не было до этого доступа к государственной тайну и не было умысла ее конкретно получить, ну, не может быть состава преступления в этом случае. Также это подтверждает и адвокаты, адвокаты команды 29. Иван Павлов об этом неоднократно говорил. Можете, собственно, это все прогуглить сами. Еще очень интересная особенность по делу, да, в принципе, по любому такому делу, ну, по делу, в том числе, в котором обвиняли меня и, собственно, Андрея Мша, ну, связанно с этим вот конкретным объектом Метро 2, да, экспертизу по нему проводит по традиции Главное управление специальных программ при президенте России. То есть только оно. И никуда ты результаты этих экспертиз обжаловать не можешь, как выяснилось. Ты не можешь, то есть наш адвокат, допустим, подавали ходатайство на значение независимой экспертизы. Ты не можешь провести независимую экспертизу. То есть все, что скажут эксперты, оно истина в последней инстанции. Поэтому каким-либо образом управдаться по этой статье, ну, не представляется вообще возможным в условиях текущего российского людоедского правосудия. Я много раз всех призывал проводить акции, протесты, распространить информацию в поддержку Андрея. И, собственно, я сам вот первый, кто был, кто вышел с плакатом на площадь в поддержку МШ. Так, а теперь вот объясняю для того, кто такой МШ и почему я достаю. Собственно, МШ это Андрей Пыш, он блогер и автор канала Ухан Туризм в Тритубе. Он не нравился Путину, потому что он показывал заброшенность и никчемность всей его политики. Собственно, по телевизору говорят о том, что все процветает, на самом деле это не так, что все у нас загибается, что нигде у нас прогресса нет, и все у нас заброшено. Собственно, только этим он и не нравился Путину. Ну, я так думаю. Может, не только этим, но в принципе в целом все это и есть. И вот ему пришли вот эту статью 2.283-1, часть вторую, якобы за то, что он получил государственную тайну незаконным способом. Вот. Этот способ получения ее, эта государственная тайна касалась Метро 2, касается Метро 2, ее способ получения очень удивительный. Человек находился 15 месяцев в СИЗО, а потом ему дали, собственно, 5 лет по вот этой вот замечательной статье, все бы ничего, но за то же самое Метро 2 и по этой самой статье, по этой части, была суждена я в 2016 году. Вот. Поэтому я выражаю ему слова своей поддержки и призываю всех делать, как я, выходить на улицу своих городов с такими плакатами или можно покрасивее? Можно покрасивее. но лучше покрасивее. И, собственно, других призываю делать так же, других призываю так же выходить с мирными протестными акциями в поддержку всех политзаключенных, в том числе МШ, потому что я уверен и я верю в то, что то, за что он сидит, не имеет никаких признаков преступления, этого преступления просто не было. Оно придумано спецслужбами, Путиным там, просто, не знаю, для статистики, для того, чтобы его посадить. Ну, или у меня есть еще одно предположение, то, что то, чем занимался МШ, просто показывало всю никчемность и заброшенность путинской политики. Потому что, посмотрите, что у нас показывают на федеральных каналах о том, что у нас строятся заводы, фабрики, все развивается, все просто там какой-то какой-то необычный уровень технического прогресса приобретает. А что показывает МШ? Показывает МШ, что у нас заброшенные военные части, заброшенные радиолокационные станции, заброшенные шахты, рудники, заводы, пароходы и что только нету. То есть, полный капец, разруха и все. Ну, то есть, крах империи, грубо говоря. Путину, ФСБ, там, и любым представителям власти это, конечно, невыгодно. И вот, ну, я думаю, что таким способом с ним просто расправились. Так же, собственно, как это ранее сделали с нами. Спасибо вам большое за то, что меня слушали. Распространите это видео, насколько это возможно. Скиньте это во все средства массовой информации, которые вы можете скинуть. Выходите с плакатами в поддержку МШ. Если вы боитесь, а вы, скорее всего, боитесь, нарисуйте плакат красивый, красочный. Я просто не умею рисовать, поэтому он получился не особо красивый, красочный. Я его прямо на стеночке там нарисовал. Вы идите просто, сфоткайтесь и выложите фотографии в соцсетях. Хотя бы так. Если вы, там, боитесь быть задержанными и получить там какой-то там штраф там или там сутки ареста и так далее, то хотя бы так сделайте. Хотя бы в сторонке постойте. Хотя бы поснимайте кого-то. Выйдите, сфоткайтесь вон в маске, там, я не знаю, там, как угодно. Главное, чтобы человек не оставался один на один системой и чувствовал нашу поддержку. Пишите МШ письма. Ссылки будут в описании под этим видео. Также можно будет скинуть ему денежку, чтобы помочь на передачку. Также ссылки будут все в описании. У МШ есть также чат поддержки, в которой я скину это видео, наверное. Ссылка на него также будет в описании, чат в Телеграме. Все. Спасибо большое за то, что меня слушали. Я, наконец-таки, сказал правду, потому что дальше молчать больше было невозможно, потому что, ну, надеюсь, что, может быть, все-таки под каким-то давлением общественного мнения на апелляции ему изменят приговор. Может быть, этот приговор заменят на условный срок. Может быть, его хотя бы уменьшат. Хоть на сколько, я не знаю, потому что даже, ну, это не за что. Просто любой срок за это деяние, которого не было, это просто не за что. Поэтому я думаю, что, конечно, надеяться на оправдательный приговор в Российской Федерации по такой статье смысла нет, поскольку их не было никогда. Но есть смысл надеяться на то, что все-таки какой-то разум, какая-то гуманность у судей восторжествует и, собственно, ему дадут хотя бы условно. Вот. Но я, конечно, уверен в том, что он полностью не виновен. Все. Всем спасибо. Всем пока. Делайте как мы. Будьте красавчиками. Поддерживайте МШ. Субтитры сделал DimaTorzok